В солнечной Италии поезд – популярный вид транспорта. На поезде путешествовать быстрее, комфортнее, проще и увлекательнее, чем на автомобиле. Первый поезд пошел по железным дорогам Италии в 1839 году, и с тех пор данный вид транспорта активно развивается. Сегодня протяженность железных дорог с центром в Милане 16 тысяч километров, каждая ветвь затрагивает привлекательное для туристов место. Услуги предоставляют два перевозчика – Триниталия и Итало. Первый – государственный и главный, отличается приемлемыми расценками и скоростью, широкой сетью дорог, в Италии поезда Триниталия идут почти в любой район. Второй – частный, бренд на аватроспорта Виагиатор, с меньшей маршрутной сетью. У него две линии – Турин-Милан-Болония-Флоренция-Рим-Неаполь-Салерна и Венеция-Падуя-Болония-Флоренция-Рим-Неаполь. Дополнительная информация. Поезда Италии у этих перевозчиков различаются. Триниталия для россиян. Русифицированный официальный портал телефон, плюс 7, 495, 699, 21, 27 адрес, город Москва, улица. Большая Садовая, дом 10, подъезд номер 2. Офис 20 Е-мейл, трейнс-собака GRM-DFIS Russia.com Часы работы, с 10 часов до 19 часов, с понедельника до пятницы. Триниталия для итальянцев. Портал, на ресурсе опция чата, телефон колл-центра для Италии, 89, 20, 21, 24 часа в сутки. Телефон колл-центра для других стран. Плюс 39,06, 68 миллионов, 475 тысяч, 475. Работает с 7 часов до 23 часа 59 минут. Звонок платный. Сюда обращаются для жалоб на поезда Телло онлайн доступ. Поезда в Италии для Триниталия, фрекси, на местном языке, стрела. Отличается высокой скоростью. Делится на следующие виды, фрекшиобианка, белая стрела. Отличается комфортом и доступными расценками, фрекшиарджанта, серебряная стрела. С сидениями друг против друга. Где часто укачивает, фрекшаросса, красная стрела. Со скоростью 360 км в час. Вагонами бизнес-класса по желанию. Фрекши по классам, экзекьютив, премиум и бизнес. Важно, места на поезда такого типа резервируются. Поэтому путешественник застрахован от ошибок и несовпадений. Интерсити, не скоростные, имеют купе со стеклянными дверями. Делятся на первый и второй класс в зависимости от вида и удобства кресел. Наличие попутчиков. Обратите внимание, здесь резервация не входит в стоимость в отличие от предыдущего типа, за нее платят отдельно. Интерсити нот, ночной поезд, со спальными местами и сидениями. Купе двух типов, только для женщин, донна, и смешанные, промиски. Эйоросити, международные поезда, останавливаются редко и только в крупных городах, дневного следования, ночного нет. Встречаются роскошные поезда с персональными именами. Реджиналь, региональные, локальные, поезда, электрички, с расписанием и многочисленными остановками. Обратите внимание, на билетах не указывается дата и время отправки и их компостируют перед посадкой, поэтому такие поезда менее комфортабельны. Для Итало, смарт, стандартные поезда компании. Прайма, дизайнерские, с зонами отдыха. Клаб, в таких поездах тихо, вагоны в начале и в конце поезда, 19 мест. Экскурсии из ремени по Италии у Триниталия, в Айоросити проводники владеют двумя языками, английский и местный диалект, доступна еда, напитки, вагон-ресторан, во фрексе премиальных классов подают напитки. Также в обоих типах поездов розетки. У Итало бесплатный Wi-Fi, розетка, ТВ, в бизнес-классах смарт, вагон-смарт Синма на 39 мест, где транслируется телеканал Медуса Филм, зона снег с автоматами для перекусов, меню Италия. В Прайма, утром свежая пресса, зона отдыха, брейк, вагон Прайма Релакс. В Клаб, четырехместные салоны за дополнительную плату. На вокзалах, можно купить через интернет-портал Гойро с русскоязычным интерфейсом. Поезда мира. Перед поездкой придерживаются следующего плана, один, выбрать тип шенгенской визы, а для единичного пересечения границы, длительностью до пяти дней с возможностью приезжать и уезжать несколько раз. С. Популярная виза. Пребывание в стране не более трех месяцев в течение полугода с возможностью нескольких выездов, д. не является шенгенской, под названием «национальная», с возможностью продления и поездок в соседние страны шенгенской зоны на срок более 90 дней. 2. Определить, какие документы нужны для поездки в Италию. Заграничный паспорт. Первые страницы с данными. Оригиналы. Копия. Ксерокопии прежних. Паспорт гражданина. Копия и подлинник. Цветное фото 3х4. Полис страховой с 30 000 евро. Согласие на обработку персональных данных, туристические ваучеры или иное. Подтверждение того, что путевки забронированы если турист отправляется на автомобили. Свидетельство о регистрации транспортного средства. Водительские права. Страховой международный полис. Оригиналы и копии. В случаях, когда автомобиль арендуется, договор аренды автомобиля. План того, какие страны посетите. Справки для пенсионеров. Пенсионное удостоверение. Подлинник. Ксерокопия. Для студентов. Из учебного заведения с заверением декана печатью и подписью. Для трудящихся. Бланк фирмы с указанием должности. Стажа. Зарплаты. Оригиналы копии сберкнижки или банковской гарантии. Выписка о состоянии счета. Баланс счета на чеке. При необходимости уточнять, что нужно в визовом центре. Спонсорское письмо. Подтверждение родства. Свидетельство о рождении. Разрешение на выезд от обоих родителей. Виза сопроводителя. 3. Записаться на прием и отслеживать статус заявления. Удобно через адрес во всемирной сети. 4. Прийти на прием. Сдать биометрию. Оплатить госпошлину в кассе визового центра. 5. Получить визу через некоторое время. Обратите внимание. Рассматривается виза от 4 до 90 дней. Из России в Италию. С белорусского железнодорожного вокзала Москвы за 48 часов поезд доставит до Ниццы. Затем пересадка в Вероне, Милане, Гену и через 40 часов после начала пути. В дальнейшем до нужного места довезет автобус или электропоезд. Рим. Популярные направления у туристов связаны с Римом. В столице Италии несколько вокзалов, Астиенси, Порто-Сан-Паоло, термине, главной, Тибуртино, Трастевере. Поезд Рим-Болония, Ром-Бологна, каждые полчаса идет поезд от ЖД вокзала термине до Центрального вокзала Болония. По расходам поездка обойдется в 30 евро. Звездочка. Время в пути около двух часов. Поезд Верона-Рим, доехать поездами Фрикша-Арджента, Фрикша-Росса-1000, Иеронайт. Наиболее удобный вариант – ночной поезд Интерсити над за 32 евро и 70 центов. Звездочка. Поездка обойдется дешевле, если заказать заранее. Рим-Венеция. Расстояние от Рима до Венеции на поезде 394 километра. Чтобы увидеть достопримечательности этих мест, пользуются поездом Интерсити или любым другим. Поездка обойдется в 34 евро для эконом-класса, а для второго класса в 67 евро. Рим-Венеция. Поезд. Время в пути. Днем более 4 часов, а в ночное время – 6 часов. Внимание, лучше побеспокоиться о бронировании заранее, потому что это популярное направление и мест может хватить не всем. Рим-Ремини. Добраться можно за 5 часов 23 минуты. Расстояние от Ремини до Рима на поезде составляет 241 километр. Рим-Генуя. Поездом Рим-Генуя едут 4-7 часов и прибывают на главный вокзал Генуи. Стасион Ди Дженова-Бригнол. Поезд Рим-Палермо. В столицу Сицилии попадают вечерним поездом Интерсити нот, отправляясь в путь в 21 и 23 часа. Время в пути – 11 часов. Рим-Барри. Поезд. Путь длиной 480 километров займет по времени 4-6 часов. Поезд отправляется с вокзала Термине в Риме. Ехать в баре быстрее на экспрессе Фрикшарджента за 54 евро. А отправляться в Рим дешевле будет на на поезде Интерсити, это стоит 43 евро и 50 центов. Обратите внимание. Для поезда предусмотрено ночное отправление в 12 часов ночи и 16 часов дня дополнительно. Поэтому еще один вариант – через Анкону в 21 час 30 минут. Но время в пути – 10 часов, стоит 49 евро и 80 центов. Риммини – самый известный и крупный курорт на Адриатическом побережье со знаменитыми ночными клубами и пляжами, крепостью Сесмонда. Местные вокзалы – Мирамари, Визерба, Торо-Педрера, Риммини-Фьера. Риммини-Венеция – доехать на Фрексе за 50 евро с пересадкой в Болонье. Без лишних хлопот можно оказаться в Венеции, воспользовавшись групповой экскурсией по вторникам, четвергам, воскресеньям. Через интернет стоит 75 евро, а в кассах – 85 евро. Звездочка обратите внимание, обычно поезда ходят не до Венеции, а до ее пригорода – Местре, вокзал Венезия-Место. Риммини-Верона – поезд из Риммини в Верону идет 3 часа и прибывает на вокзал стасион Верона-Порта-Наава. Баре Риммини – добираться в течение 4 часов 40 минут, используя фрикшарджента за 62 евро и 50 центов до вокзала стасион-де-Риммини на площади Чезаро-Баттисти. Баре – Баре – находится на берегу Адриатического моря, столица региона Апулия. Знаменитым мощами Николая чудотворцы и паломниками, а также лучшей пиццей, которую готовят в Энсе-Есера. В Баре два вокзала – пригородный – Спирита, и центральный – Сентрал. Из пригородного поезда идут в северном направлении, а из центрального – в южном. Неаполь. Находится у подножия Везувия, имеет сомнительную репутацию. Центр жизни – улица Портенопи и площадь Триестия-Трента. Поезда приходят на центральный вокзал. Турин. Сегодня это одна из столиц искусства и культуры, с 15 резиденциями королей, включенных в ЮНЕСКО. В кварталах Борга-Дора и Порто-Палаццо днем оживленная торговля, а с вечера до утра кипит дискотечная жизнь. Вокзал в центре, рядом с ним метро. Болония. Динамичная столица Эмилии и Романи с фонтаном Нептуна, сооружение средних веков и нового времени. Из Болонии туристы часто посещают Флоренцию, для этого преодолевают 81 километр за 1 час 20 минут. Добраться на поезде из Рима в Барселону и преодолеть 1350 километров можно как самолетом, так и поездом. Лететь быстрее, а если ехать, открываются живописные виды, но много пересадок и дорого. Время в пути – 10 часов. Чтобы приехать из Италии в Швейцарию на поезде, сначала добираются до Милана на высокоскоростных поездах или другим способом. Затем прямым поездом едут до Цюриха. Чтобы не омрачить путешествия казусами, необходимо знать некоторые особенности культуры итальянцев. Если турист будет говорить в кафе на английском, а не итальянском, то еда и напитки обойдутся в два раза дороже, чем ближе к югу Италии, тем дружелюбнее народ. До сих пор сохраняется влияние мафии и семейных кланов. Лучше относятся, когда есть рекомендации, а иностранцев могут обмануть, поэтому качественную услугу можно получить у знакомых, когда женщины жестикулируют и носят мини-юбки, итальянцы принимают это за пошлость. Девушки в пятницу не ходят в бары, потому что мужской день, итальянцы считают обидным жест, коза, дурная примета – открывать зонт в помещении, итальянцы медлительны и опоздать для них в порядке вещей, поэтому не стоит торопиться, обязательно берите и сохраняйте чеки. За отсутствие чека могут арестовать полицейские и назначить штраф. В Италии запрещено гулять по пляжу в темное время суток. Вот так путешествуя на поезде в Италии, можно легко и с комфортом оказаться в любом месте страны, при этом наслаждаясь живописными видами. Как говорят в Италии, «буона фортуна». Звездочка цены указана на июль 2018 года. Для уточнения изменений в тарифах перед покупкой,